но соответственно это будут разные разрешения ну это значит это да 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 это все идет потом уже от класса где эти разрешения в каком классе заняться и собственно оттуда он их берет здесь мы так не делаем весь напрямую идет разрешение и пошло-поехало то что нам надо нету вот такого деления и дверь не выделение под пункт из пункта под пункт и так далее мы сейчас рассматриваем только доступ к камере все наговорим системе что вот наше приложение должно иметь доступ к камере больше нам ничего не надо вот мы только это и сделали ну собственно теперь дальше чтобы нам получить изображение с камеры первым делом объявляем локальную переменную для серфейса назвали ее как-нибудь по-своему соответственно сама камера если у вас будет класс камеры зачеркнутый ничего страшного потому что сейчас как бы студия считает что вот этот класс камера он считается устаревшим и используется другой класс камера 2 у нас маленькой буквы пишется но вот этот камера 2 работает только с пятой версии android если все что ниже смысла никакой пользоваться ей нету потому что они не поддерживаются операционными системы ниже версии 4 соответственно вот он если мы здесь напишем вот он камера 2 но он ее не будет поддерживать потому что у нас версии ниже 5 орлы нам должен был сам подцепить ее когда пишите surface view нам нужен surface view folder камера и файл файл нужен именно для хранения чтобы мы могли сохранить то что у нас появилось на камере это дальше сейчас мы просто указываем переменную и больше ничего не так ну чуть чуть дальше опустите собственно здесь ну первое стандартно я изменил ориентацию чтоб сейчас лучше было видно загружаем наше activity главное окно и находим объект который находится у нас на главном окне именно surface view тот элемент который мы поместили в activity и нашу переменную в в вот собственно говоря дальше именно идет работа с файлом который мы будем хранить метод get external storage public это метод который позволяет нам получить доступ к папке которые будут храниться все фотографии и причем этот эта папка она лежит на карте памяти не на внутренней она внешней собственно для того чтобы вот это все делать сейчас нам надо вернуться и проверить по моему там тоже надо было писать добавлять манифест разрешения а у здесь колбаки здесь не прием так фолдер где объявляли в классе или внутри метода вот фолдеру надо бы вынести куда-нибудь желательно в класс как переменные классы потому что они дальше нам понадобятся нет все равно собственно вот вам еще что надо сделать да вот когда сделаете элемент он предложит загрузить дополнительные методы соглашаемся потому что они нам сейчас пригодятся но их переопределим и будем использовать не только просто собственно колбак 2 это идет к камере 2 вернемся в манифест сейчас мы посмотрим нам нужно чем-нибудь да нам нужно добавить еще один еще один параметр а именно еще одно разрешение на запись в внешнюю память а 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 наверное вы не там пишите еще раз нет не это пишите что есть так возвращаемся в наш главный окно какой который он подтягивает все методы создает их сразу после того как делаем расширение так нам надо дописать метод он креет что мы сохраняем нашу картинку и говорим куда мы ее сохраняем собственно будем сохранять на карту памяти папку с картинкой так и а ну вот теперь вернемся к методу surface created и сейчас чтобы нам увидеть хотя бы что-то на изображении на на камере на экране нам нужно открыть камеру камера как бы не создается объем можно открывать и можно использовать причем если вы ее открываете в одном приложении то она и работает только в одном приложении я нельзя использовать как бы в двух местах одновременно нет я имел ввиду одно приложение внутри одного приложения могут работать несколько потоков то есть грубо говоря один и тот же процесс может выполняться двумя частями двумя потоками одновременно соответственно в этих потоках камеру можно использовать только в одном из них либо же они должны по очереди друг друга менять сейчас мы пишем все в одном потоке однопоточные приложения поэтому здесь такого вопроса не возникает вот собственно и все они нам еще нужно написать в surface destroy мы останавливаем просмотр и очищаем память но очищаем перемены все больше нам ничего не надо сейчас по идее если вы запустили приложение она покажет то что приходит на камеру по сути тут просто такой глазок нам выше повыше повыше оп нам не нужно но я не пользуюсь иногда Игорь Негода Попробуйте запустить. Продолжение следует. 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 мелких сообщений там мы выполнили участок коды можно также вот эти всплывающие сообщения использовать они вполне доступны качестве такого глянуть что да она работает ну как допустилась здесь есть шапка вот лобка не ну вот так на то появилась надевайся сегодня все дела вот внизу android монитор меню кликаем и лобка и пошло-поехал собственно вот он этот фильтр который куда мы чтобы его искать тот ключ который мы использовали сюда забивай и без него вот вот что у нас там много много-много всего чтобы нам это дело не искать где там что-то используем тот ключ который мы вбивали и все ну соответственно и когда уже приложение готова они все убираются для комиксов неважно я попробую а логично пишет да 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 все там не если за если вы заранее не написали лог . в этом все дальше то ничего там не будет если написали то конечно появится чтобы смотреть где полный вот здесь именно комплемент мы сделали для имплемент сделали соответственно где он где он вот holder подключился он подцепил и импорт сделал здесь все есть а миша все разрешения тоже сделаны сандар сам конца он должен как-то нибудь назад ну как проект еще будет уже гляньте собственно дальше нам надо сохранить картинку по нажатию на экран по нажатию на элементы фейса он будет сохранил соответственно метода ты печи мы получаем байтовый массив сохраняем его поток и записываем наш файл который лежит на диске других тут особо сложности поэтому единственное делайте все через чтобы было понятно где ошибки где искать ну и вообще-то правил хорошего все это сохранить нет нет но мы же писали мы писали в он крейте получили доступ к внешней памяти и сказали что это у нас будет папка и туда записываем наши изображения ну да он заменит его соответственно вам надо как-то определять либо другой либо проверять на существование этого так и ставим 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 дальше когда понимаю запустить не удалось вам сейчас сейчас я вам еще датчиком покажу и ребят немножко отвлечемся нет не отвлечемся для работы датчиками сейчас сейчас и сейчас сейчас вот у нас используется сенсор менеджер и вообще изначально класс Android Hardware Sensor там как бы хранится все оборудование, все датчики которые мы будем использовать дополнительно подключаются все другие сенсор events, listener и менеджер менеджер для доступа к оборудованию event для обработки событий ну вообще как список событий listener это как класс который будет именно обрабатывать изменения датчика изменения показаний датчика первый все первый второй это уже выше 5 и туда дальше мы пока ничего не используем так ну и здесь я текст вывожу куда нам надо в старте в старте мы описываем получаем все датчики на устройстве первым делом систем сервис и указываем какой датчик мы хотим получить в данном случае это вот датчик расстояния также вы можете указать и другие вот он акцелерометр можно вообще все сразу получить собственно если мы сейчас получим все их цикли выведем их на экран мы узнаем какие датчики есть у нас на телефоне таким же образом можно и проверять если у нас датчик света акцелерометр или положение на телефоне допустим наше приложение его использует а у клиента или у пользователя его нет соответственно вот таким образом мы проверяем получаем все типы которые есть на устройстве сравниваем их если нет соответственно выводим сообщение это вот как раз вот это и есть собственно вот мы получили весь список датчика который у нас есть если он у нас не пустой а вот дальше чтобы нам к нему его обратиться и использовать мы будем мы используем менеджер добавляем к нему метод который будет скажем такое слушать который будет измерять сенсор он по умолчанию будет первым поскольку один получил один сенсор конкретного типа получаете тот он и будет нулевым и используйте сенсор данный это время с которым будет его опрашивать соответственно чем больше там есть несколько режимов вот вот такой бы ну вот они сейчас по уменьшению самый быстрый вот потом уже там для времени вот этот юа юзер интерфейс чтобы человек замечал это где-то порядка 100 ну 80 100 миллисекунд время обработки но там больше будет задержка ну собственно нам больше когда средний ну решили что вот что норма будет такой сколько в числе я вам не скажу но это не три секунды точно не не секунды даже там будет меньше точно так собственно чем мы хотим мы хотим вывести все это дело так теперь давай возьмем Продолжение следует... 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 как вы растяните ваша surface так она и будет картинка выглядит самое интересное если ее сохранить то есть отработать метод сохранения файла то она будет выглядеть нормально с доступным разрешением вот здесь она именно таком виде в растянутом так соответственно она у меня датчики расстояния ну вот что у нас вылезла из этого всего вот вылез список всех датчиков которого на меня есть на телефоне соответственно здесь еще вылазит небольшое обозначение сынок как был с кодом производителя вот ну вот он датчик положения акселерометр датчик положения вращения вообще вот таким играете не пользоваться никогда не знаю но датчик гравитации вопрос только что он будет попнуть это вот именно расстояние вот на лицевой части экрана и он там под таким темным пленкой там находится датчик света и датчик расстояние сейчас я сейчас на вот этот код за комментирую я вам покажу как он работает собственно вот мы теперь мы получили посмотрели что у нас есть и возвращаемся к нашему датчику соответственно когда он будет подключать библиотеки для работы с датчиками методы вот этим они да вам придется прописывать вручную сенсоры и когда вы пропишете остальное подтянется а вот метод сенсором change будет вызываться как раз таки с периодичностью которую вы вот указали именно в задержке сенсор дали поэтому смотрите чтобы потом не искать почему так медленно называется да ну все сейчас мы посмотрим какие будут показания нам давать датчик расстояние ну да значит планшетах не знаю но в телефонах точно есть нет порой абсолютно одинаково но иногда написаны самим даже бы иногда быстрее работает потому что нету дополнительных всяких привычек ну там изменение расширения всякие цветовые эффекты наложение серого баланс белого и все и все такое и собственно что-то тут много всего ну вот смотрите по идее нет это что-то другое это другое сейчас вообще а мы все правильно это что-то это это какой-то из списка да потому что мы это взяли все и он смотрит у нас нулевой вот мы взяли нулевое списка скорее всего это один из показаний акселеронта нет даже скорее положение в пространстве потому что сейчас вот вот я вот я наклонил уже другое число еще раз наклоним ну да ну да то есть он где-то вертикально просто работают перепишем и вернем суть именно такая что вы описываете сначала сам датчик описывайте менеджер массив для хранения всех датчиков и уже используйте тот который вам нужно так имеющий практик вот и уже выводите можно взять отдельную переменную которая будет привязываться в методе sensor change используйте что-то свое ну вот таким образом мы получаем это значение соответственно когда у нас датчик состоит из тех положений мы уже здесь не 0 а 1 2 ну вот вы точно так же в методе класса вот здесь не выявляете еще одну перемену вот здесь уже его используйте здесь соответственно и и и и и и и и там есть метод для камеры автофокус он для метод реализован когда вы нажимаете на него вызываете метод для камеры сейчас мы вернемся к вопросу как добраться до сохранить эти значения вот сейчас 9 покажу я его рукой закрываю обновляем тут уже собственно других значений у него нет нет другого 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 он не знает собственно все равно вы можете полазить для кому интересно есть методы которые калибруют это дело чтобы он показывал не только вот максимально минимальный а именно вот какое-то расстояние это можно использовать можно замолочить могут то есть именно вот так вот он обработали вот вот и все так собственно теперь как нам это все дело вытащить так как нам это все дело вытащить мы не объявили тип но не объявили тип поэтому у нас не так тип у нас будет получше ну побольше но если нам нужна достаточная точность соответственно теперь мы его сюда и все и дальше мы уже можем использовать то значение которое получили в любом месте нашей программы она не будет ее забивать она будет обновлять ее каждый раз да обновлять ее будет каждый раз с тем значением в принципе смотрите вот сейчас мы можем тоже самое выводить на экран не то значение которое сейчас из массива берем непосредственно напрямую а именно ее и по идее даже без идеи ничего не изменится нет смысле на самом деле просто на пустах вы будете использовать просто больше памяти и все ну точно так же другие датчики обрабатываются и никакой траки никаких особых методов нет ну это то что не удалось удалить видимо вот как раз таки из-за этого и появляются двойные приложения сейчас я посмотрю так смотрим ну вот собственно ничего и не изменилось так чтобы вам это теперь показать вот вот она была вот вот она стала еще раз было еще раз там вот в общем ничего не изменилось все как есть такая статист вот ну здесь попроще можно ничего не очищать а при работе с камерой вам обязательно нужно делать вот эти два метода как вы заканчиваете работу с камерой обязательно и очищаем если ты захочешь использовать еще раз где-то она не даст возможности об этом и использовать но это как задача прочитать и писать ну и последний момент про меню я хочу рассказать есть несколько вариантов предпочтительный вот этот когда вы меню используйте в качестве файлов то есть создаете все интересующие вас параметры именно через файл дети менять все проще и не нагружается код ну то есть и вот мы все отдельно все то же самое айди как мы будем его обрабатывать номер категории это номер по порядку которую он будет стоять то есть 1 2 3 и заголовок откуда я знаю может у меня будут еще какие-нибудь категории я смогу добавить и мне не придется сдвигать все остальные номера ну то есть если я беру пять пунктов и пронумерую их 1234 в неожиданно в какой-то момент разработки у меня возникнет необходимость добавить еще два пункта то это получается мне надо будет перебивать все ну тут не то что никто не заметит мне не придется перебивать остальные здесь я вставлю напишу 11 и все и не надо будет другие писать перебивать на 12 12 и так далее вот этот файл изначально когда вы его создаете когда вообще создаете проект нуля нету папки меню и соответственно нет самого файла вы создаете новую директорию андроид серди директор и и называть ее меню здесь такого у нас нет но он не пишет какие директории но это за резервированные директории они используются по-разному там можно одни директории используют для хранения именно разных языков другие используются для хранения разные компоновки экраны при положении для меню но это именно уже руководством читателями там описывается какое что для чего как бы так и уже вот когда вы создали меню он предлагает как раз таки создать файл вот этот меню source файл называете его как-нибудь по-своему здесь ничего добавлять не надо окей и у вас будет окно выглядеть вот так просто xml соответственно здесь элемент и все и те же то же самое как с кнопками с текстами со всеми работают на чтобы добраться уже чтобы определить на какой-то меня нажимали используя метод он общем а эту цель соответственно а это меню это тот то меню которое было названо которое было названо которое было нажали смотрим какой элемент был нажат тут прям по имени пойди которые мы объявляли и обрабатываем что хотели ну здесь метод каждый выбивается я так сделал чтобы нет он просто вот этот метод возвращает значение ну если я хочу обрабатывать метод если я хочу обрабатывать ошибку что вдруг пользователь нажал на какой-то метод но на какую-то кнопку который не существует там или еще куда-то не туда нажал то мне нужен вот этот метод мне нужен лак пол который даст результат не туда на пользователь нажал или вообще не сработало ни один из этих кейсов да поэтому так и последний выживайте да можно импортировать в меню у него есть метод эдды сейчас мы где-то здесь еще нужно будет писать обязательно метод on create option генкин то есть мы говорим что тот файл меню который мы написали мы будем его использовать как меню в нашем активе нам это обязательно иначе ничего не получится ну собственно чтобы добавить новое у него есть добавление соответственно с разными параметрами ну вот в принципе любое можно использовать но вот это оптимально ну давайте так что вы кого меня это к нему относится но тут вам надо уже добавляете указывать какой какого субменю в какому пункту будет ну вот обычно вот этот метод использует то есть указывается айди которые будут использоваться в номерку порядку и название это соответственно что будет отображать и все ну для начала попробуйте через xml чтобы было проще а там уже когда дело пойдет можно и динамически динамически очень удобно оно гибкое но в результате того что оно как-то сгенерировалось вы не сможете это проверить на реальном устройстве то есть на разных устройствах оно может отобразиться на тарифах не то что разные течения разные вид ну грубо ну вот собственно и все сегодня датчики и камеру я скину вот этот шаблон там остались незаполненными именно работа с акселерометром посмотрите найдите по подобию как найти как использовать акселерометр и выведите положение было забавно если координаты ну и значение акселерометра привязать к размеру она может растягивать уменьшаться получается маленькая кнопка большая кнопка вовесик но там или или какое-то произведение там не знаю выражение математическое да кстати ну вот пофантазируйте на эту тему достаточно забавно можно привязать к чему-нибудь а ну давайте вот так сейчас глянем кто по списку ну или кто здесь так так это никак это если вы сами свою кнопку нарисуйте так если человек нажмет на уголом где по идее перехватил а ну да так ну собственно давайте по порядку так первый тут простейший квест обучающая программу форме квеста ну собственно говоря что подразумевается по своему квеста ну и одна в другом ну я так полагаю что это будет самая продукция простая только как а Там был какой-то обстанский набор, что-либо, что-либо в общем, это было все хорошо. Ну, в принципе, да, все время. Подход будет такой же, как и в нашей загадке, но для начала все-таки хотелось бы понять, зачем. Ну, абстрактно, да, это как идея, все понятно, интересно, но хотел, не знаю, практическое приложение, я понимаю, там крестки-долики сделать, или, как называется, картинку собрать в жесткое пространство и перемещать, ну, как пазлы. Да. На глиберах. Снимаем, прочитала, припихи-долики. Либо на глиберах есть какой-то следующий программ, какие-то, какие-то действия сделать. Ну, как, если как раз на таком уровне обсуждения задачи, то именно принтинг будет как-то с целью, чтобы конкретно что-то произвести, какое-то предложение, лучше, конечно, для формальной задачи. То есть взять конкретную идею, чего потреблять. Если мы делаем какой-то обучающий проект, то желательно, что изначально, допустим, можно сделать главный минимум. Когда человек заходит на него, у него большой список всяких различных задач, которые не доступны ему вообще. Он их не может зависеть. Но у него есть первый пункт, когда он может не нажимать, не чат, и у него появляется какой-то следующий адрес, в котором расписано, что я в этот такой визит программирования, я в СПА, который может быть программироваться по телефону или устройство. И вот уже из этой логики каким-то образом постепенно ему открывать другие пункты, куда он может зайти. Либо же это будут простые текстовые сообщения, которые сначала, там, исход теории, грубо говоря, а потом кусок кода с примером, в котором он покажет, что вы хотите. Если вы хотите использовать циклы, условия, там, не знаю, другие пункты, то вам надо сделать это. И, соответственно, по выполнению какого-то задания он перейдет дальше. Но если мы хотим, чтобы человек сразу выполнял эти действия на телефоне, то там задачу усложняет. Нам нужно интерпретарь написать. Получается, что он пишет синтексис дьявы и уже что-то выполняет. То есть гораздо сложнее задача. Или же можно как-то по-другому предложить ему решить какое-то тестовое задание. Ну, то есть вопрос, несколько вариантов ответа, потому что было. Вот. И таким образом постепенно-постепенно он откроет все пункты и как его пройдет. Ну, как бы. Ну, как бы. Ну, как бы. Идея такая. Ну, вот. Идея такая. Ну, вот. Идея такая. Ну, вот. Идея такая. Идея. Идея такая. Ну, вот. Идея. Идея. Ну, вот. Идея. Идея. Ну, вот. Единственное, если в таком случае можно придумать задачи, которые будут выдавать какой-то конкретный ответ. То есть у вас есть пример кода. На телефоне вы смотрите. Набили его на компьютере там, на другой машине. Исполнили, выполнили. И появился какой-то ответ. Который можно сравнить с телефоном. Либо, либо, если это подвигается с переходом, то можно забывать что ли. Исполнили. 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 ну да лучше тест или конечно сравнивание ответ ответа по-любому должен быть один и он должен быть правильный нескольких вариантов ответа быть не может соответственно подобрать такие задачки вот такой вот такой подход следующий мобильное приложение для удаленного контроля параметры управления устройствами так вот это уже интересно так если мы говорим про удаленное управление какими-то устройствами соответственно определить какие у нас будут если мы говорим правильно правом еду то там будет какая-то должна должна быть какой-то элемент управления с которым будет связываться сервер или какую-то другую управляющую машину соответственно либо это сам будет элемент который будет связываться иметь доступ в интернет ну или сам будет являться сервером если вы для примера можно попробовать все это сделать на размере парень вот соответственно он него есть аналоговый но и дискретные ада выхода на борту у него довольно неплохой процессор после насколько я помню последней версии у них гид оперативки и там можно запустить какую-нибудь серверную операционку вот соответственно на этой операционке вы запускаете дополнительное приложение которое тоже надо будет писать помимо телефона она будет связываться с телефоном и уже непосредственно обрабатывать те входа-выхода те дискретные элементы управления на плате управлять на этом разделе ну а там уже цеплять пилюшки и управлять светом и еще чем вот такая идея да 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 настройки и но обычно как делают периодическое рассматриваем на сервере периодическое рассматриваем всех сигналов которые приходят на телефоне только клиентам только запросы которые будут промышленности вот таким вещателем и 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 Спасибо за просмотр! Попробуйте, я с графиком не работал, но мы делали простые оповещения, кнопочку нажали, звук произвучал. Вот, но так я даже не знаю, что посоветовать. Единственное, чтобы работать с графиком, по-любому нужно будет какая-то графическая библиотека. Это само собой. Соответственно, либо это Unity, 3D или 2D, поскольку она самая распространенная, либо какие-то другие библиотеки. Либо же... Ну нет, там в любом случае не удаляется. Нет, нет, она, насколько я знаю, это open-source проект, она не требует ничего, он распространяется по ходу, как есть. Ну да, вот этот момент надо уточнить. Ну и Java Monkey, я знаю, она бесплатная вообще. Там неважно, как ты ее используешь для коммерческих, для коммерческих, вот она абсолютно бесплатная. Но это 3D-движет, 2D, по-моему, у них нет. Есть? Еще раз. Минусы? Потому что Unity, она уже давно, ее 100 лет хорошо ее отработали, по ней полно документации. И, ну, большое количество пользователей, которые ее поддерживают. То есть, если вы столкнуетесь с каким-то вопросом, вероятность того, что вы найдете ответ по Unity, гораздо больше, чем по Java Monkey. Во-вторых, Java Monkey, ее писали именно на Java, и она именно такое Java скотворение. Она тормозит, и на телефонах она много требует оперативки, дополнительных ресурсов. Ну, да, соответственно, вот. А в остальном, она чем хороша, там понятно все. Там простой синтаксис, простое использование. То есть, у меня даже используют? Нет, она...